Евгений Алексеевич, начнем, пожалуй, с одной из важных новостей дня сегодняшнего. Это то, что происходит сейчас в российском городе Тарапец Тверской области. Там эвакуация местных жителей, публикуют видео, на которых видны взрывы, пожар вдоль сотен метров на горизонте. Местные власти утверждают, что это последствия падения, обломка взбитого украинского беспилотника, то, что интересно, в утренней сводке Минобороны РФ вообще, когда говорила о налете украинских дронов, не упоминала Тверскую область. Что же говорит Украинская служба безопасности и Главное управление разведки? Был нанесен сокрушительный удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. По данным ГУР Минобороны Украины, в результате удара поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов, взрывчатых материалов. В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет КН-23, ракеты КРСЗО «ГРАД», тем ПВОС-300 и баллистические ракеты к системе «Эскандер». Сейчас военные эксперты размышляют над тем, как удалось нанести такой сокрушительный удар. Есть даже предположение о том, что мог быть применен вот этот дальнобойный ракета-дрон «Полянытя». Но это все вопросы к военным экспертам. У меня же к вам вопрос, что это означает все для Путина и кремлевских властей. И вот эти вот участившиеся сейчас разговоры и месседжи о переговорах не есть ли косвенным свидетельством того, что там уже как объективную реальность оценивают то, что такие удары могут в ближайшее время продолжаться и возрастать? – Ну, вы знаете, я не знаю, что там про меж собой говорят в высоких кремлевских кабинетах или в кабинетах Министерства обороны России или Генштаба российской армии. Полагаю, что там хотя бы некоторое количество людей отдают себе отчет в том, что происходит в действительности. А именно, что у украинских вооруженных сил имеются возможности, силы и средства для того, чтобы наносить подобные удары и в будущем. Для этого не нужно быть, откровенно говоря, каким-то узкоспециальным экспертом в тех или иных военных вопросах, чтобы понимать, а именно масштабы пространства Российской Федерации, к сожалению, не помогают ей бороться с разного рода летательными аппаратами, которые вдруг стали по какой-то странной причине все чаще и чаще появляться над ее территорией. Ну, это я так иронизирую. Понятное дело, что такие пространства полностью закрыть разными силами противовоздушной, противоракетной обороны, ну, просто невозможны. Там почему происходят эти взрывы от точных попаданий украинских беспилотных летательных аппаратов, дальнобойных дронов или от того, что куда-то попадают сбитые обломки этих ракет, этих летательных аппаратов. Ну, лично меня это уже мало волнует. Мы же прекрасно понимаем, что часто бывает, и мы в Украине видим так, что, к сожалению, иногда обломки сбитой ракеты или беспилотника действительно могут приносить очень большие неприятности. В данном случае, ну, что делать? Начали войну, получите ее, пожалуйста, на своей территории. Дорогие россияне, вы к этому должны относиться, если угодно, философски, по-другому не бывает. Всегда бывает обратка. Вот она и в Торопец Тверской области тоже прилетела. Что тут еще можно сказать, Алена? Евгений Алексеевич, кстати, тут телеграм-канал спикера украинской добровольческой армии Юг Сергея Брачука. Сергей Брачук разместил мем, мол, в Торопец прилетел новый пейджер. Намек на то, что происходит на Ближнем Востоке. 17 сентября в Ливане одновременно взорвались сотни пейджеров, которыми пользовались боевики группировки Хазбала. Известно около десятка погибших, около трех тысяч человек ранены. Аксиос пишет о том, что за этим стоит Моссад, добро дал Нетаньяку. Но вот в этой спецоперации израильские спецслужбы Соединенные Штаты не уведомили. Опять же, буду цитировать Аксиос. Израиль провел операцию, чтобы вывести борьбу с Хизбалой на новый уровень, пытаясь при этом не допустить эскалации до уровня полномасштабной войны. Ну, безусловно, Моссад это запишет в свою историю, как еще одну блестящую спецоперацию, которую он провел. Но насколько это все может отразиться, в принципе, на стабильности и на обстановке на Ближнем Востоке? Вы знаете, я думаю, что израильтяне, если это, конечно, израильтяне, у нас нет пока никаких официальных подтверждений тому, что это действительно Моссад, и что эту операцию действительно санкционировал израильский премьер Биби Натаньягу. Но я так полагаю, что у нас есть достаточно оснований предполагать, что так оно и было. И если это так оно и было, то, ну что, снимаем шляпу, блестящая операция. Я уж не знаю, какие там были технические подробности, какие были задумки, то ли каким-то образом агентам Моссаду удалось проникнуть на какой-то склад, где находились ящики с вот этими самыми пейджерами, которые собирались оптовым образом закупить для бойцов и активистов Хезбуллы. Или они нашли просто какой-то неизвестный пока науке способ превращать батарейки этих самых пейджеров, по сути дела, в взрывающиеся устройства. А вполне вероятно, что это там комбинация неких способов. То есть вычислили, какая партия пойдет непосредственно, что называется, в войска. Сумели к этой партии подобраться, заминировать эти пейджеры и придумали технический способ с помощью удаленных коммуникаций эти пейджеры превращать в взрывающееся устройство. Не знаю. В общем, я аплодирую в очередной раз израильским спецслужбам, которые находят способы вот так вот беспощадно бороться со своими врагами. Вы знаете, я вообще сторонник того, что с врагами нужно воевать беспощадным образом. Я поэтому полагаю, что дестабилизация, не дестабилизация, но вот так и нужно действовать. Но для Израиля сейчас это вопрос выживания. Вот меня еще какой момент интересует. Смотрите, ведь это они впервые в истории вот этих успешных израильских спецопераций, которые проводил МОСАД, о которых уже написаны книги, потому что уже рассекречены определенные спецоперации, когда израильские спецслужбы не уведомляют о своих действиях американские спецслужбы. С чем это может быть связано? Американцы более осторожничают, и они будут, ну, то, что называется, отговаривать израильтян от каких-то действий? Вы знаете, я, честно говоря, не считаю себя в праве судить вот этой сложной материи, отношения, которые есть между американскими и израильскими разведывательными службами. Единственное, что я осмелюсь утверждать, это то, что они не являются, знаете ли, такими уж союзниками, что обо всем должны друг друга непременно уведомлять. Тому, например, вот история израильского шпионажа ядерного и история вот с этим физиком Мардыхаем Ванулы. Просто кто не знает, пожалуйста, поинтересуйтесь, как произошел вот в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами такой неприятный и незабываемый многими до сих пор эпизод, связанный с ядерным шпионажем. И это свидетельствует о том, что они не всегда и не во всем израильские и американские спецслужбы являются союзниками. Вот бывает иногда, что и противниками. И вообще это страшное такое упрощение, говорить, что Израиль всегда и во всем идет вслед за Соединенными Штатами на поводу нет, отнюдь не так. Очень часто в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном возникают большие трения, даже противоречия. Не всегда в Вашингтоне одобряют те решения, которые принимает израильское правительство, те действия, которые осуществляют израильские спецслужбы. Ну, во всяком случае, вот сейчас. Сейчас, например, в Америке, безусловно, весьма сильны пропалестинские, проарабские настроения. Мы видели вот эти совершенно. Для меня возмутительные. Я их не приветствую, не принимаю и осуждаю. Вот все эти выступления абсолютно безмозглых, безголовых молодых людей, которые скандируют, что Палестина должна стать свободной от реки до моря, при этом не понимают ни про какое море, идет речь ни про какую реку, и что вообще будет при этом с Израилем. Порой не понимая, что с этими лозунгами, которые они так весело и радостно скандируют, они, по сути дела, призывают к уничтожению государства Израиля и его народа. Ну, хорошо, будем считать, что они полезные идиоты. Но эти полезные идиоты, к сожалению, имеют определенное значение в политических раскладах, которые сейчас существуют в Соединенных Штатах в связи с выборами. Израильские политики, простите, американские политики боятся, что, положим, демократическая партия может болезненным образом лишиться поддержки вот этих пропалестински, антиизраильски настроенных избирателей. Поэтому они там изгаляются, как могут, вертятся, как ужи на сковородке, пытаясь и продемонстрировать лояльность союзническим отношениям с Израилем, и в то же время пытаясь не навредить интересам предвыборным кандидата от демократической партии. В данном случае речь идет о Камале Харрис. Тут вообще в очень многих процессах и событиях, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки, нужно всегда делать поправку на вот эти предстоящие выборы. В том числе, если мы об этом заговорили, конечно же, я предвижу, что очень трудная предстоит поездка в Америку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявляет о том, что хочет презентовать план победы Украины, это просто очень большая задача, очень сложная задача перед ним будет этот план действительно успешным образом претендовать. Просто это очередной подвиг Геракла ему предстоит попробовать совершить, потому что, понятно, есть и антиукраинские настроения, которые усиливаются, к сожалению, в части лагеря сторонников республиканской партии. И вообще сейчас, как я полагаю, никаких резких телодвижений не хотят совершать ни Байден, ни Кабала Харрис, ни воспоставленные чиновники из нынешней демократической администрации. Мы понимаем прекрасно, что и у Трампа, и у его союзников сложное, мягко говоря, отношение к дальнейшему продолжению помощи Украине, прежде всего военной, финансовой. И не знаю, как уж с этим сумеет справиться Владимир Зеленский. Мне ему только хочется пожелать успеха, чтобы ему удалось включить все свои способности, все свое обаяние, все свое красноречие для того, чтобы все-таки попытаться убедить и Байдена, и двух кандидатов в президенты США, кто-то из которых сменит Байдена на посту президента, чтобы убедить их в том, чтобы продолжать оказывать и желательно в возрастающих объемах военную и финансовую помощь Украине. Евгений Алексеевич, The Hill написала материал о том, что, значит, в окружении Трампа, а именно сын Трампа, Дональд Трамп-младший, Роберт Кеннеди-младший, мне говорят о том, что настало время, собственно говоря, вести прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой для прекращения войны. Тем самым, фактически, они озвучивают «Хотелок у Путина», которую он прямо артикулирует. Как вы относитесь к таким инициативам и к такой публикации сейчас? Ну, я бы призвал к такого рода публикациям относиться спокойно и с долей здорового скепсиса. Знаете ли, Роберт Кеннеди-младший это далеко не самый главный человек в Вашингтоне. И даже сын Дональда Трампа, младший Трамп, тоже не истинно, что называется, в последней инстанции. Давайте подождем. Окончание выборов. Чем они завершатся? А я думаю, что нам предстоит еще множество непредвиденных и драматических событий. Больше того, мне кажется, что не исключен вариант, при котором Трамп, если проиграет Камале Харрис, опять не захочет признавать свое поражение. Не исключен вариант, что он, сделав выводы из прошлых ошибок, значительно лучше подготовится к оспариванию результатов выборов. Вполне вероятно, что в начале января, вот как четыре года назад, возникнет ситуация, когда сторонники Трампа постараются оказать максимальное давление на членов Сената и Палаты представителей, которые соберутся, чтобы утвердить результаты выборов по штатных. И опять могут произойти какие-то самые непредвиденные события. Я не исключаю того, что вообще Америка придет вот в этом состоянии непризнания результатов выборов аж к 20 января будущего года, когда должна состояться инаугурация следующего президента. Если победит на выборах Камала Харрис, я допускаю, что предстоит очень тяжелая неделя кризисного развития с даже, я бы сказал, может быть, каким-то непредсказуемым исходом. Я не пытаюсь там пророчить какое-нибудь повторение гражданской войны севера и юга, но на самом деле какие-то элементы такого ожесточенного гражданского противостояния по поводу результатов выборов вполне вероятны. И действительно южные штаты, в большинстве из которых Трамп имеет значительно большую поддержку избирателей, нежели Камала Харрис, могут войти в состояние какого-то серьезного политического конфликта с северными штатами, где безусловно большое преимущество сейчас имеет демократическая партия и ее кандидатка. И вот только после того, как все эти вопросы что называется урегулируются и утрясутся, только после этого та или иная администрация Соединенных Штатов, которая в итоге окажется у власти будет рассматривать вопрос о какого-либо рода переговорах с Москвой или с посредниками, которые могут возникнуть между Москвой и Вашингтоном. Сейчас об этом судить, мне кажется, преждевременно. Евгений Алексеевич, мы начинали с вами сегодняшнюю беседу, рассматривали спецоперации, и вот у меня тут возник вопрос в связи с этим. Хочу продолжить тему спецоперации, но в каком ключе. Сейчас набирает оборотов скандал вокруг ФБК Навального и буквально 16 сентября президент Литвы на уседа пообещал, что Литва цитата ответственно рассмотрит все заявления касающиеся нападения на бывшего директора ФБК Леонида Волкова в Вильнюсе. Геннадий Глудков вот несколько дней назад в интервью на нашей YouTube-платформе сказал, что ФСБ сейчас просто потирает руки и радуется, наблюдая за тем, что происходит. Как считаете, то, что сейчас происходит вокруг ФБК и этот скандал, может ли являться своего рода спецоперацией? Я этого исключать совершенно не могу. Вот смотрите, я хотел бы обратить ваше внимание и внимание многих наших зрителей, для которых это, я полагаю, станет новостью, что оказывается вот эту версию о том, что бывший акционер Юкоса, а ныне крупный израильский бизнесмен, человек, который известен и своей благотворительной и своей деятельностью в качестве издателя и в качестве человека, который очень много помогает Украине, Леонид Невзлин, якобы заказал вот это самое странное нападение на Леонида Волкова, когда его стал неизвестный избивать молотком. Вы помните, по этому поводу, по поводу этого странного инцидента было и в украинских соцсетях много шуток и мемов. Ну, странная была, прямо скажем, история. Так вот, я обнаружил вчера с подачи Альфреда Коха, который мне об этом поведал, я проверил это и убедился в том, что Альфред Ренгольдович меня не обманул, что оказывается еще в середине марта этого года, то есть задолго до вот этой вот истории с разоблачениями ФБК, сливной бачок, вот есть такой сливной бачок, ресурс абсолютно ФСБшный в России, который называется flb.ru поведал о том, что это оказывается чуть ли не основная версия нападения на Волкова, а именно, что якобы это нападение заказал Невзли. Повторяю, галимый сливной бачок ФСБ, вот это flb.ru, уж лет 20, как известный сайт, который исключительно публикует разного рода компроматы на людей, неугодных российским спецслужбам, неугодных очевидно Кремлю или каким-то башням Кремля, и по сути дела является такой площадкой для легализации и дальнейшего что называется перекрестного цитирования. Ну вы как журналист понимаете, что иногда тем же самым спецслужбам важно, чтобы цитировали не их представители, не какой-нибудь там центр общественных связей ФСБ или там службы внешней разведки России, а какое-нибудь там средство массовой информации. Вот flb.ru вбрасывает ту или иную версию, потом ее подхватывает еще с десяток средств массовой информации онлайновых телеграм-каналов и так далее, которые не всегда цитируют первоисточник и дальше это начинает распространяться, распространяться, распространяться со скоростью цепной реакции. И потом, как говорится, возникает ситуация, в которой некоторые не вполне добросовестные комментаторы говорят, ну, любому хорошо информированному человеку очевидно, давно известно, что. И дальше, после этого, что, тиражируется очевидная ложь, очевидный фейк, очевидная фальсификация. Вот, пожалуйста, если вы мне не верите, дорогие друзья, просто наберите в вашем поисковике, в любом браузере, невзлин и flb.ru. И вы увидите, что там на вас просто ворох вот этого самого ФСБшного дерьма вывалится в невероятном количестве. В продолжение того, что вам говорил Геннадий Гудков, я могу со своей стороны только добавить, а может быть, Геннадий Владимирович об этом тоже говорил, что уж лет сто как. спецслужбы Советского Союза, Российской Федерации одним из своих главных направлений работы считают работу с политическими противниками власти, находящимися за границей, находящимися в эмиграции. Были знаменитые оперативные игры, которые ВЧК УГПУ вело против разных групп организаций отрядов белой эмиграции в 20-е, в 30-е годы прошлого века. Знаменитые операции ТРЕСС, Синдикат 2, которые, в частности, были предназначены для того, чтобы столкнуть разные отряды оппозиции советскому режиму, большевистскому режиму друг с другом, обескровить эту самую антисоветскую оппозицию в Европе и в Америке. Были и более конкретные операции, например, связанные с выводом знаменитого британского разведчика Сиднея Рейли на территорию СССР, где он был арестован и расстрелян. Та же самая участь постигла Бориса Савенкова, одного из самых ярких и влиятельных лидеров антисоветской эмиграции, его тоже обманули, его тоже убедили в том, что якобы на территории Советской России существует мощное антисоветское подполье, готовое выступить против большевистского режима, и все, что нужно этому подполью, это только сильный популярный лидер Савенков, несмотря на то, что был человеком весьма и весьма опытным и искушенным во всех этих делах, человеком, который когда-то руководил боевой организацией партии эсеров, тем не менее купился вот на эту чекистскую разводку, поехал в Россию и там погиб. Кто сказал, что подобного рода спецоперации, оперативные игры, как их называют на языке спецслужб, не могут проводиться сегодня в отношении тех или иных групп российской оппозиции. Понимаете, когда выясняется, что первоисточником какого-то вброса является человек тем или иным образом связанный с ФСБ, ну, меня поражает то, что многие люди так охотно начинают этому верить. я думаю, что это скорее всего все вот то, что мы сейчас наблюдаем, я думаю, что это все-таки скорее всего результат целенаправленный, причем давнишний, вполне вероятно продолжающийся даже не несколько месяцев, а несколько лет сложной оперативной игре, затеянной российскими спецслужбами. Евгений Алексеевич, еще один вопрос в продолжение темы, которую обсуждаем. Медведев предложил создать публичную базу подлежащих уничтожению воровов России. Как это читать заявление? Ну, послушайте, я полагаю, что своими постоянными радикальными, мягко говоря, шокирующими публику заявлениями Дмитрий Анатольевич просто замаливает старые грехи. Об этом многие люди уже не раз говорили, я с этими оценками давно уже и публично соглашался, не раз. В свое время Медведев себе очень здорово подгадил тем, что не понял, в какую сторону дует ветер, возможно, действительно поверил в то, что ему дано стать независимым политическим деятелем, который может творить все, что хочет. Он начал вести все эти разговоры про то, что свобода лучше, чем не свобода. Начал временами вступать в публичную полемику с Владимиром Путином, который оставался при нем премьер-министром. Многие помнят, наверное, как эта полемика достала своего пика, когда Путин осудил действия стран Запада в отношении Ливии и ливийского руководителя Муаммара Каддафи, а Медведев эти действия поддержал. И я думаю, что это ему многие и тогда не простили, и до сих пор не хотят прощать. И Медведев вынужден вот сейчас изображать из себя первого ученика, который значительно более радикален в своих высказываниях антилиберальных, антиукраинских, антидемократических, антизападных, чем любой другой известных, влиятельных российских политиков, входящих, ну, скажем так, в элиту нынешнего путинского режима. Поэтому всерьез я этого не воспринимаю. Владимир отрабатывает свою, что называется, вот эту вот... Замаливает грехи перед Путиным. Замаливает грехи, вот отрабатывает вот эту каторгу, которая ему, по сути дела, назначена за его прежние попытки выглядеть вольнодумцем. Редактор субтитров А.Семкин